Деревянные срубы, каменные дома, красочные юрты. Каких только домов не увидишь в этнографическом комплексе Парк Дружбы Народов. По праздникам здесь многолюдно и весело. Сегодня мы прогуляемся по Мордовскому подворью и узнаем о быте этого народа. Дом на Мордовском подворье возведен из сосны. Он сделан по традициям двух субэтносов, которые составляют мордовский народ Эрзя и Мокша. Мордовский дом. В чем его тайны? В чем его традиции? Ну, во-первых, вы видите, здесь масса костюмов, настоящих национальных костюмов конца XIX века. Это является одной из уникальных таких изюминок нашего дома. Посмотрим на окна нашего дома. Здесь символы мордовского народа, и, как и всех финно-угорских народов, да, прежде всего это медведь, да. Медведь может быть разным. Он может быть разъяренным, если он голодный, да, или он может быть задумчивым, если он сидит сытый, наелся, да, и насобирал грибов. Бревна пропитаны запахом своих родственников. Поэтому отношения между братьями, сёстрами, родителями были очень близкими. Они вдыхали общий воздух, они слышали постоянно родную речь, и могли жить в таком доме 15 человек, 12. То есть здесь сверху ещё располагались палати, на которых спала молодёжь. На кровати спали муж с женой, на печи, конечно же, старики и маленькие дети. И это был такой общий мир, в котором был порядок. Традиции, национальный колорит и информационно-смысловые коды народа здесь прочитываются в каждой детали. Мордовское подворье – это деревянная изба с воротами и баня по-чёрному. О сердце каждой деревни – кузница, рассказывает Любовь Колесенького, дед которой был кузнечных дел мастером. До революции он владел своей кузницей в старинном эрзианском селе Красные Ключи Похвестневского района. Внутреннее убранство дома Мордовского подворья удивляет ручными украшениями и посудой. Вообще печь была основополагающей и в эрзианском, и в макшанском доме. Когда брали сноху, она приходила к печи и говорила «Печь, прими меня к себе, я буду здесь жить». И свекровь её говорила «Да, я её тоже принимаю». Только после такого обряда она была настоящей и становилась снохой. Что же делали в печи, кроме того, что знают все, да? Кроме того, что готовили еду, ещё и лечили. Ну, один из способов лечения, когда маленького ребёнка, например, покрывали тестом и на лопатке, помните, как рассказ про бабъя гу, да? Его засовывали вглубь, чтобы он прогрелся. Затем вы видите вот такие интересные приспособления. Кстати, те, кто приходит на экскурсии, часто гадают, что же это такое. Ну, это такой современный миксер, сделанный из ёлок. Мордовская национально-культурная автономия в Самарской области ведёт большую работу по сохранению традиций, культуры, развитию народного творчества. Самарцы всех национальностей, а Самара – многонациональный город. Более 150 национальностей. И эта культура очень интересна тем, что сохраняет то коренное. Здесь оно осталось, причудливо преобразилось и сохранилось до настоящих дней. В Самарской области и в России в целом уделяется большое внимание сохранению и развитию культуры финно-угорских народов. Проходят многочисленные праздники. В августе в Саранске состоялся второй Всероссийский форум финно-угорских народов. В октябре в Сызрани пройдёт День финно-угорских народов. В праздновании примут участие представители национально-культурных центров Самары. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События.